Всем хай, с вами Алена, и сегодня я хочу сделать туториал, как проходить 50-ю дверь в Дорсе. Ну а перед тем, как я начну своё видео, попрошу тебя подписаться и поставить лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Ну что, ты успел? Пиши в комментариях. Как вы видите, ребята, я уже дошла, даже не буду показывать вам сам процесс, как же я доходила до 50-й двери. Для начала мой вам совет. Перед тем, как вы зайдёте в этот ад, советую открыть вот эти вот тумбочки. Там может попасться золото. Ну либо же там может попасться предмет, который будет вам в подальшем прохожении будет помогать. Всего есть несколько советов, как же проходить фигуру. Ну сегодня я вам расскажу более детально, как же её проходить. Для начала нам нужно обязательно присесть и идти в другую сторону, то есть в противоположную сторону, куда побежала фигура. Ну и второе, очень главное правило. Я бы не сказала, что это совет, но это вам точно поможет. Это поможет только новичкам. Сейчас я вам покажу, как же выглядят книги в библиотеке, которые нужно искать. Книги, которые нужно искать в библиотеке, это вообще отдельный вид искусства. Во-первых, они издают свой звук. Во-вторых, у них другая структура, не такая, как у всех книг. Также эти книги, они ярче, чем остальные. Ну, чтобы их было видно и несложно искать. Ну и после того, как мы нашли уже все книги, которые нам надо были, мы идём на первом этаже на вот такой вот столик. Там будет лежать вот такая вот бумажка. Нам нужно её подобрать. Также, если вы на втором этаже и на вас идёт фигура, желательно вот тут вот прятаться. Это самое, как бы, надёжное место. Вот, ребята, мы открываем вот этот вот листочек и у нас круг. Мы смотрим, а круг это у нас циферка 6. Ну и где-то себе записываем, ну, либо уже запоминаем. Второй это у нас ромб. Ромб это у нас 9. Ну и тоже, соответственно, записываем или запоминаем. Ну и потом, собственно, вводим наш код, который у нас получился. У вас может не хватать одной цифры. Это вполне нормально. Вы просто можете её постепенно угадывать. Ну, как и я, в принципе. Это у вас, конечно, может занять очень много времени. Где-то от 2 или 3 минут. Смотря какая цифра вам попалась. Ну и вот, ребята, в принципе, мой туториал уже подходит к концу. Как вы видите, я прошла фигуру. Если вы услышите такую прикольненькую музыку, тогда не пугайтесь. Это магазин Джеффа. Если кто-то не слышал про этот магазин, тогда вы сейчас его увидите. Вот. Как вы видите, здесь можно купить тот самый фонарик. Ну и так далее. Даже хрест. Также здесь можно поговорить с вот таким вот милым... Я не знаю, кто это. Также скелетом. Ну, в принципе, на этом я уже буду заканчивать своё видео. Всем до новых встреч. Пока-пока, зайки и любви.